На нас били танцевали, по этому коридору вели, с двух сторон били. Мы так и подняли там на второй этаж, вот эти вот сотрудники, вот эти вот врачи и медсестры были, они нас осматривали, они видели, в каком состоянии нас туда завели, как нас оттуда вывели. И сейчас они говорят под показанием лжесвидетельства, да, то есть ложные показания, да, что они этого не видели, никто это там, им не говорил, что над нами были такие издевательства, да. То есть в дальнейшем, то есть нас там голодом морили, там много дней, да, там, до, там, допрос провели под пытками, да, там, первый допрос, комитетчики, а потом до 11-го числа там нам еду не давали на четвертом этаже, там, где мы лежали, камера, там одна форточка не закрывалась, а вторая форточка, а второй округ неуслована по диагонали, да. И вот мы в этой холодной камере, как на улице, лежали 7 дней. 7 дней, нас не кормили 3 дня, мы так без мокрасов, без одеяла, без ничего, на полу, прислонившись к батареям, нам говорят, что мы прислонились к ней? Ну-ка назад, в середину. Заходят там каждые 15 минут, бьют, издеваются. Вчера я вот ознакомился с теми, вот я вот взял выписки, да, завещают люди куда, на территории все 18, с корочками, проходят к нам, мы открываем дверь, и они над нами как проходят, как ураган. Просто есть, и вот так каждый раз. Вот. Ночью не дают спать, морально, психологически дают, да, там говорят, вот, вы там террористы, вы насильники, вы там седьмой двор полиции изнасиловали девочек, медсестры и так далее. Как в итоге оказывается, это вся фейковая информация. Вот. Вы там убили, вы там отрезали голову людям, ну, этим, военнослужащим и так далее. То есть ничего этого нету, да? Сейчас потом видеокамеры, они говорят, вот с этих видеокамер 12-й двор полиции, с других полиция, семерки, четверки, БСМП, да, а троятся 15 дней, и все, и стерки говорят. Пожалуйста, факты. То есть они эти факты все скрывают до единого, да? То есть хотят скрыть полностью факты по пыткам. Вот. Далее мне говорят, ну, какое условие у тебя есть против них, да? Я говорю, у меня есть свидетели, все, кто со мной сидели, они все докажут, потому что это делалось не только со мной, со всеми нами. Хорошо, у них тоже есть свидетели, что они этого не делали. Получается, твое слово против их слова. На каких доказательствах, то есть видео, никаких материалов нет. Я говорю, а когда против меня какое основание было, воздвигать дело, 272-ю статью, 2-ю часть. Тоже никаких видеофактов нет, потому что я за себя знаю, что я ничего не делал противозаконного. Вообще ничего. Да? Ни словом не оправил. Я 4-го числа защищал полицейских там на площади, перед Акиматом. Стоял вот так вот, есть парикады между полицейскими и теми, кто хотел их бить. Не позволял этого делать, да? А 5-го числа хотел раненому парню помочь. Кстати, меня самого подстрелили. Три пули прошлось. Вот. В бедро здесь прошло, вот здесь казобедренный сустав, и вот здесь в пятку пошло и вышло. То есть знаю, как стрелял, но никто я не знаю. Вот. Это было со стороны музея на тротуаре. Насквозь в обе ноги? В обе ноги, да. Насквозь в обе ноги. В итоге, врач, эксперт, который сейчас вот там вот привел, вот это говорит, в легкой степени. В легкой степени мне поставили диагноз, да? Смотрите. А по факту, я как врач заявляю, да? Вот здесь вот, здесь сустав пролетело, у меня пуля, да? У меня в дальнейшем, то есть с этим будут проблемы. Мне нужна будет операция, мне нужен будет имплант, потому что у меня жидкость, межсуставная, да, Геннадий, она вся вытекла. Вот. У меня кровь тепла неделю там. В камере и так далее, сыне и вместе, то есть вытеклась жидкость. То есть я сейчас долго хожу, все, я начинаю в формате, у меня нога уже подходит. Не говоря уже там о комфортной жизни, там, спорт заниматься или еще все это в прошлом. Хотя в прошлом я занимался спортом. И далее, теперь по вопросу международных, то, что вот вы говорили, да? Мы с нашей вот группой, 8-9 человек, нам помогают люди, которые по правам человека, да, то есть представляют наши, мы подали в Европарламент. Все наши зрители. Мы подали в Европарламент, чтобы там наши интересы представляли. То есть это перевели на английский язык. И приезжали вот недавно министры и депутаты Европарламента сюда и встречались с представителями из нас. То есть это Салятова Дипекова и Симбрайова, Атожанова. Вот. То есть мы будем защищаться до конца. И будем защищать всех, кто там пострадал от рук этой власти. И далее, по поводу убийств, да, почему не хотят СМИ выводить, да? Ну, знаете, вот это вот вранье откровенное, 230 человек, да, пострадало. Все мы знаем, что там большее количество цифр, да? Гораздо большее. Недавно, я вчера в Думаву зажали у одного друга, и там этот человек в Чингкенте приехал, говорит, да у нас больше убило. В Чингкенте больше убило человек, чем в Алмате, которые цифры говорят. Если по Казахстану сейчас прокатиться, да, Шингкенте, Тарас, Злорна, Ахтубе, Семей, Алмате, да, сколько людей убили, как вы думаете? Тысячи и тысячи человек убили. Тысячи и тысячи. Сейчас с ними что хотят сделать? Сейчас их хотят эксгумировать, да, и сказать, что это террористы. Этих 27 тысяч террористов нет уже, это же понятно, что это мят. Как ведь? Это всем понятно. Хотят сделать из нас, из тех, кого убили, и хотят сделать террористами. Вот и все. Большое вам спасибо за внимание.